Перед тем, как вы начнете слушать перевод разговора Навала Равиканта и Капиля Гупты, мы расскажем несколько слов об этих людях и обозначим ключевые моменты подкаста. Навал Равикант – американский предприниматель, мультимиллионер и инвестор индийского происхождения, сооснователь и бывший генеральный директор AngelList – крупнейшей платформы поиска инвесторов для стартапов. Капиль Гупта – автор нескольких книг и коуч многих знаменитостей, в том числе и самого Навала. Теперь, когда мы познакомились с участниками разговора, позвольте показать вам несколько примеров тем, которые они будут обсуждать. Искренность Человек, спрашивающий совета, какие акции купить, несерьезно относится к инвестированию. Люди, которые просят порекомендовать им книги для чтения, несерьезно относятся к чтению. Те, кто спрашивают, какой бизнес мне начать, несерьезно относятся к предпринимательству. Инструкция Возьмем человека, который уже достиг выдающихся результатов в том, что он делает. Если отправить его в прошлое и попросить повторить все те же самые действия, но в этот раз бездумно следуя инструкции, то даже он не сможет повторить свой же успех. Детали невозможно передать, их нельзя скопировать. Самые грандиозные вещи ты делаешь, не понимая деталей того, как у тебя это получилось. Свобода Любая свобода, которая ведет тебя к желанию еще большей свободы, это не свобода. Итак, свобода происходит из понимания того, откуда все происходящее в твоем разуме берет начало, а не через сознательные попытки остановить его. Самосовершенствование Окружение – это сильнейший фактор, влияющий на формирование личности. Поэтому критически важно формировать окружение в соответствии со своими целями, и делать это нужно с полной отдачей и хирургической точностью. Но никто этого не делает. Итак, давайте перейдем к самому подкасту, который был записан 13 мая 2020 года и вышел на канале Навала под названием «Обуздание разума». Вот что интересно при общении с тобой, Капиль. Ты подходишь не для всех. Скорее даже наоборот. Вещи, о которых ты размышляешь и то, как ты говоришь, воспринимаются лишь небольшой частью аудитории. Да, эта дискуссия будет уникальной во многих аспектах. И один из них, что она не будет представлять интерес для большинства людей. Я говорю это не для того, чтобы ты менял что-то. Не нужно к этому стремиться. Ведь это не какой-то академический курс лекций. Это лишь не представляет интереса для большинства людей. Еще раз отмечу, не значит, что это беседа для продвинутых. Просто она иная. Еще один отличительный аспект в том, что я волнуюсь перед этим разговором. Хотя обычно я не нервничаю из-за подкастов или разговоров и достаточно уверен. В случае с тобой я немного нервничаю, так как вопросы, которые я хочу задать тебе и все, что я хочу обсудить, глубоко лично. Если я искренне не заинтересован в ответе, то не задам подходящего вопроса, а спрошу что-то дежурное для аудитории. Я работаю с тобой уже много лет, Капиль. Я уже и забыл, сколько именно. И я не горжусь этим, если честно. Вообще-то это провал, да? Ведь я уже должен был постичь все, что нужно. А мы все еще топчемся на одном месте. Но тот путь, которым ты следуешь, и темы, которыми ты интересуешься, настолько уникальны, что требуется достаточно времени просто для понимания терминологии и грамматики твоей речи, мыслей, поведения и взгляда на мир. Есть пара ключевых определений, с которых стоит начать. Возьмем самое сложное, ввиду его уникальности. Это слово, которое ты часто употребляешь, но я не уверен, что люди до конца понимают его значение. Даже я его едва ли усвоил. Корректное понимание этого слова является определяющим для верного восприятия всей остальной нашей беседы. И это слово – инструкция. Давай поговорим об инструкциях. Инструкции – это лайфхаки, техники и различные методологии для достижения нужного результата. Когда ты объясняешь какие-то механические процессы, например, как включить компьютер или как ездить на велосипеде, то инструкции полезны. Проблема возникает в творческих сферах, будь то бизнес, спорт или даже поиск мира в душе или свободы или достижения просветлений. Все так называемые духовные искания не имеют конкретных инструкций. Если ты придашь им форму инструкций, то эта инструкция становится новой религией. Ты начинаешь жить по инструкции. К примеру, у тебя есть пункт B, в который ты хочешь попасть. Затем у тебя появляется посредник, а именно инструкция, как попасть в пункт B. И тогда твой разум будет сфокусирован только на выполнении требований посредника, как в каком-то контракте, подписанном в одностороннем порядке. Условие контракта таково, что на протяжении всей оставшейся жизни ты будешь стремиться выполнять требования посредника. Множество людей достигли величайших результатов во всех сферах жизни. Будда достиг просветления, есть Майкл Джордан, а также гольфист Тайгер Вудс, Илон Маск и множество других выдающихся предпринимателей. Даже ты сам навал. Если ты возьмешь то, что сделали эти люди, напишешь книгу и скажешь «Эти люди делали так-то и так-то» и будешь следовать этой инструкции, то ты не станешь ими никогда. Я обнаружил, что биографии великих предпринимателей бесполезны в качестве источника информации о построении успешных компаний. Они отлично вдохновляют. Я могу прочесть биографию Стива Джобса и воодушевиться, но я не стану Стивом Джобсом. Если я хочу очень преуспеть в чем-то, то должен найти свой путь. Инструкции хорошо подходят для выполнения простых задач, но слабо помогают стать лучшим в своем деле или для решения творческих задач. Когда ты впервые начинаешь чем-то заниматься, процесс является обычным механическим усилием. Ты можешь научиться водить машину, но если ты хочешь быть лучшим гонщиком на треке, то никакие коучи, техники и инструкции не помогут. Ты должен овладеть этим искусством в одиночку. Это верно. Проблема в самой нашей среде, где идея инструкций глубоко зарыта в нашей культуре. Фактически это единственная система координат, которой оперирует человек, и единственный язык, который он понимает. Программа инструкций настолько сильно прошита в неокортексе головного мозга человека, что сама идея о том, что можно жить без них, кажется невероятной. И могут потребоваться годы, чтобы допустить крамольную мысль о том, что сами инструкции могут быть препятствием на пути к вашим целям. В Твиттере ты прославился своей духовностью. Мне кажется, ты совсем не об этом. Само слово «духовность» какое-то слишком неопределенное. Какую пользу приносит духовность? Как помогает духовность добиться имеющихся конкретных целей? Ты же, напротив, всегда говоришь о максимальной продуктивности. И именно поэтому твой бренд называется «Совершенная эффективность» – Ситха-перформанс. Ситха. В переводе с санскрита означает «Совершенный, блаженный, волшебник». Сверхъестественная сила – способность творить чудеса. Ты больше про поиск стремления к сути эффективности. О поиске той истины, которая позволит добиться топовой производительности в любых сферах, будь то бизнес, или спорт, или умиротворение. Общество автоматически записывает людей, которые произносят такие слова, как «истинная реальность» и «эффективность» в категорию духовных людей. Но, как я и говорил, само слово «духовность» обросло таким количеством чуши, что его первоначальный смысл оказался утерян. И теперь духовность воспринимается многими как преисполненность. Твои идеи подходят тем, кто хочет перформить на топовом уровне. Если ты хочешь стать чемпионом в чем-либо, то инструкции тебе не подходят. Например, если ты хочешь скинуть 1 кг за месяц, чтобы быть в удовлетворительной форме, то можешь просто считать количество потребляемых калорий. Но если твоя цель – стать мистером Олимпия, то для этого не существует инструкций. Тебе придется найти и проложить свой собственный уникальный путь, который подходит именно тебе. Как ты считаешь, я нигде не ошибся? Да, верно. Я бы еще добавил, что человек не обязательно хочет стать лучшим в мире. Если ты посмотришь на жизни обычных людей, то и они напрягаются изо всех сил. Например, парень, который работает на трех работах, на самом деле не хочет работать на трех работах. Он может и не хочет становиться Тайгером Вудсом, но он и не хочет быть в ситуации, когда ему приходится работать на трех работах. То, что удерживает его на этих трех работах, и есть инструкции. Таким образом, инструкции бесполезны не только для желающих добиться выдающихся результатов. Они серьезно мешают всем тем, кто просто хочет избежать бесполезного напряжения в жизни. Да, применительно к бизнесу я считаю, что тяжелая и усердная работа не означает эффективность. Владелец бокалейной лавки или ресторана вкалывает по 60-80 часов в неделю, так же, как и Илон Маск. Но Илон делает гораздо больше денег ввиду своих специфических навыков и знаний. Знаний, которым не обучить, но возможно лишь приобрести их на практике. И только при наличии сильнейшего желания. Так как Илон следует своему верному курсу, он гораздо более эффективен в достижении результата. Но научить этому правильному подходу, в бизнесе уж точно, он никого не сможет. Так как его цель постоянно смещается, и он корректирует свои методы соответственно. Возможно получить лишь общее представление о главных принципах, что вдохновит людей следовать верному курсу. Но я не смогу никого научить тому, как зарабатывать деньги или спекулировать акциями. Это схоже с тем, когда люди спрашивают у тебя совет, какие акции купить. Ни один успешный трейдер не дает детальных инвестиционных рекомендаций на публичных форумах. Так как слишком сложно передать все аспекты того или иного принятого им решения. Я с уверенностью могу сказать, что человек, спрашивающий подобных советов, несерьезно относится к инвестированию. Люди, которые просят порекомендовать им книги для чтения, несерьезно относятся к чтению. Те, кто спрашивают, какой бизнес мне начать, несерьезно относятся к предпринимательству. Задающий вопрос, какой карьерный путь мне выбрать, несерьезно относится к своей карьере. Когда люди просят подобных механических инструкций, это означает их поверхностный интерес к вопросу. Если бы их это действительно беспокоило, то они бы сами это понимали. Но тогда они задают парадоксальный вопрос. А как же мне это понять? Стоит понимать, что происхождение величия – это довольно мутная история. Нет ни какого-то четкого сценария, как его добиться, ни паттернов, позволяющих его уверенно предсказать. Может быть, так задумано матушкой природой, что к величию нельзя просто прийти, а можно лишь запрыгнуть в неизвестность. И тогда, если твое желание по-настоящему всеобъемлюще, то, несмотря на все преграды и сложности, ты проложишь свой путь наверх. Ты видишь свет в конце туннеля, и этот путь не может быть проложен по заранее составленной инструкции. Ты просто идешь, постоянно преодолеваешь неожиданные сложности, к преодолению которых никто не готовил, и ищешь дорогу дальше. А когда доходишь до цели, и тебя спрашивают, как ты это сделал, то ты не можешь дать четкого ответа на этот вопрос. Забавно, но когда ты спросишь чемпиона, покажи мне, как ты это сделал, то он не ответит. Или скажет, если честно, то я без понятия. Он ответит что-то, напоминающее ответ, но ответом не являющееся. А если ты загонишь его в угол и приставишь пистолет к голове, то он расскажет тебе хайлайты своего пути. А когда ты попробуешь пройти его путь по этим хайлайтам, то у тебя ничего не выйдет. Потому что в его рассказе не хватает миллиона деталей, в которых, как известно, и прячется дьявол. Да, посмотрев, как Роджер Федерер играет в теннис, я не смогу повторить его движение ракеткой. Даже если он попытается дать мне детальное описание, то это не поможет мне. Теперь обратимся к интеллектуальной сфере. Если мы спросим Уоррена Баффета, почему он инвестирует в ту или иную компанию, то он попытается воспроизвести ход своих размышлений при принятии данного решения. Но в этом процессе было так много индивидуальных особенностей, повлиявших на эти размышления. Его предыдущий опыт инвестирования, его образ жизни, ход его мыслей, так же, как и физика движения Роджера Федерера при игре в теннис. Детали невозможно передать, их нельзя скопировать. Ты можешь быть вдохновлен ими, но без подлинной искренности и страстного желания ты не сможешь достичь этого. Детали не только непередаваемы, они часто не могут быть осознаны в принципе. Да, Уоррен и Роджер, скорее всего, и сами их не осознают. Абсолютно верно. Ни один великий художник не сможет ответить нам. Самые грандиозные вещи ты делаешь, не понимая деталей. Как у тебя это получилось? Я бы даже сказал, что в этот момент ты где-то не здесь. Это не плод твоего сознания. Я обнаружил, что когда я говорю о чем-либо, то я произношу свои лучшие речи, когда не обдумываю их заранее, а просто говорю то, что приходит в голову. Да, ты так же удивляешься тому, что сказано, как и твои слушатели. Это называется безупречность. Что означает безупречно? Безупречно не относится к морали и не значит что-то хорошее. В этот момент нет ни хорошего, ни плохого. Это вообще отдельная тема, в принципе. Да, и это как раз следующая тема, которую я хотел бы обсудить. Итак, у каждого имеется целый набор принимаемых на веру убеждений, которые должны быть отставлены в сторону, чтобы правильно понять тебя. Мы здесь пытаемся сфокусироваться на истине, что означает, что мы должны говорить честно, то есть стать уязвимым перед аудиторией, что, возможно, будет даже звучать социально неприемлемо, и мы будем говорить что-то шокирующее. Очень нелегко быть настолько откровенным перед публикой. Почему это так? Потому что у каждого из нас есть свой внутренний диалог, который говорит оратору, что аудитория должна понимать его. Именно так. Также частично это находит отражение в мысли, что общество – это совокупность коллективного обмана, в который все мы поверили, чтобы ладить друг с другом. Это позволяет нам установить наименьший общий знаменатель, чтобы мы не переубивали друг друга и могли взаимодействовать. То есть существуют некоторые выдуманные правила, которым необходимо следовать, чтобы общество продолжало функционировать, что в принципе нормально. У этого есть своя цена, и ее платит каждый человек. Это берет начало в ДНК, но не генетическом ДНК. ДНК – это восприятие отдельного человека, совокупность его внутренних особенностей. Некоторые крайне болезненно относятся к их оценке социумом. Но если мы не будем говорить правду сейчас, то зачем все это нужно? Если есть какое-то затруднение в восприятии моей мысли аудиторией, то это не потому, что я пытаюсь быть загадочным или абстрактным. Просто не все слушатели должны понять мою мысль. Это означает, что в любом случае нужно говорить правду. Теперь, когда мы определили, что инструкции не работают, и мы находимся здесь, чтобы добраться до истины, взглянуть в прошлое, рассмотреть плохое и хорошее, правильное и неправильное, и наша единственная цель – найти истину, давай начнем с первой темы, которую следует рассмотреть. Свобода. Что для тебя означает свобода? Свобода для меня – это свобода от разума. Единственная причина, по которой любой человек не свободен – это его собственный разум. Разум есть источник всех внутренних страданий. Разум вселяет тревогу. Все конфликты – это плод разума. Только разум отягощает человека правилами и ограничениями и держит его в своем плену. Только это и ничего более. Когда я был молод, я желал свободы. Но эта свобода заключалась в том, что я не хотел быть запертым в четырех стенах. Я хотел жить, где захочу. Я хотел зарабатывать много денег. Я хотел, чтобы у меня была девушка. Я хотел иметь возможность отправиться куда угодно, когда угодно и делать то, что захочу. Это было моим желанием. В моем понимании свободой была способность уйти от всех этих физических и материальных преград. Я получил желаемое. Я объездил весь мир. Я попробовал множество блюд разных стран. Я заработал столько, сколько хотел. Я получил все те вещи, которые я хотел в своей жизни. Однако я не могу сказать, что качество в моей жизни радикально изменилось. Качество получаемого опыта от проживаемых мною моментов тоже не очень повысилось. Возможно, это потому, что я сам не сильно изменился. И мой внутренний опыт и восприятие во многом остались прежними. Каждый раз, когда я добивался чего-то, я начинал хотеть следующего и следующего. У меня все так же возникали внутренние страдания и переживания. Возможно, что-то тогда было даже лучше, чем сейчас. Очевидно, что быть богатым лучше, чем бедным. Лучше быть здоровым, чем больным. Но если посмотреть в целом, то мой уровень внутреннего покоя не сильно-то изменился. После я начал переходить к тому, о чем ты сейчас сказал. Я начал осознавать, что все ловушки у меня в голове. И тебя просто разрывает тот момент, когда ты по-настоящему осознаешь, что это все с самого начала лишь плод моего разума. Да, любая свобода, которая ведет к желанию обладать еще большей свободой, это не свобода. Если у судна есть течь, то ты не будешь сначала мыть его, ты попытаешься найти пробоину. Даже если поиск пробоины займет 30 лет, то это стоит того. Ведь тогда ты будешь жить с осознанием истинной свободы. Гораздо эффективнее заняться поиском истинной свободы, нежели откладывать, из-за того, что ты боишься, что это займет у тебя 900 лет. Это не какая-то абстрактная мотивирующая фраза, что свобода происходит из разума. Это скорее разоблачение убеждения, что тревога, страхи и боль возникают от внешних обстоятельств, будто в них виноваты другие люди. Пока это убеждение прочно сидит в разуме человека, он будет тратить свою жизнь на изменение обстоятельств. А это напрасная трата драгоценного времени, ведь нам дана лишь одна жизнь. Если говорить откровенно, то у нас нет времени откладывать это осознание. Лучше уж совсем не продвигаться к осознанию, чем идти по пути, где ты черпаешь немного свободы из одного внешнего источника, потом бежишь к другому, и потом к следующему, и так далее. Очень скоро ты собьешься с курса. В принципе, основной вывод на данный момент в том, что мы стремимся придать внешнюю материальную форму всем проблемам, с которыми боремся. Мы хотим решить их в окружающем нас мире. Безусловно, есть понятные задачи, как то «есть ли у меня еда, крыша над головой» и все в этом духе. Но большинство иных проблем и задач сверх этого внешнего уровня базовых потребностей на самом деле существуют лишь внутри нас. И даже если мы решим какое-то внешнее проявление своей внутренней проблемы в текущий момент, следующая внешняя проблема не заставит себя долго ждать. Все мы склонны к поиску истины. Независимо от того, осознаем мы это желание или нет, доказательством служит, что все мы стремимся найти способ решения наших проблем. Если бы это было не так, то мы бы не видели по 14 тысяч инструкций на каждом углу от просветленных инфо-цыган в духе «помоги себе сам». Сам факт существования подобных предложений подтверждает высокий спрос на них, и наше желание освободиться от проблем. Здесь мы опять возвращаемся к инструкциям. Большинство людей не желают, чтобы им указывали, что делать. Есть что-то внутри нас, что сопротивляется самой идее выполнения указания. Если совсем по-честному, то крайне мало людей будут следовать инструкции. Они будут преследовать вас годами, чтобы вы дали им всеобъемлющую инструкцию. И когда вы ее дадите, они просто не станут ей следовать. Человек боится провала и того, что кто-то скажет ему, «Эй, у тебя же была пошаговая инструкция, и ты не справился даже с этим?» Но это совсем не так. Настоящая проблема в том, что человек верит, что инструкция – это то, что ему необходимо. Нет. Никому не нужны инструкции и указания. Все хотят свободы. Они покупали эти инструкции много раз. Инструкции, что вам поможет медитация, практика осознанности и все в таком духе. Я не говорю, что эти инструкции не верны, но результат зависит от цели человека. Если ты хочешь расслабиться на 20 минут в день, так как это дает тебе внутренний покой, то ты спрашиваешь, «Как я могу этого добиться?» Тогда здесь может подойти инструкция. Но если твоя цель – «Как достичь мира в своей душе и разуме?» Я не хочу, чтобы у меня появлялись новые проблемы каждый день. Вся моя жизнь – это сплошной режим пожарной команды, борящийся с новыми и новыми очагами. Я хочу это прекратить. То это вопрос абсолютно иного порядка, и никакие предлагаемые тебе инструкции здесь не помогут. Какой вопрос, на твой взгляд, самый важный? Я бы начал с самого острого вопроса. На сегодня основная проблема каждого – это сами проблемы. Тревожность, страх, беспокойство, волнение, конфликты, сомнения. Постоянная тревожность, без явных причин – это, возможно, наиболее естественное состояние большинства людей, от которого они стараются избавиться. Самое простое объяснение – «Я тревожен, так как у меня нет достаточно денег, и мне нужно идти и зарабатывать больше». Чуть более сложный вариант объяснения – «Эй, я просто хочу избавиться от тревожного состояния, что у меня недостаточно ресурсов, потому что на самом деле у меня уже есть все, что нужно, но почему-то я все еще тревожусь, и я бы хотел с этим справиться». Какой уровень следующий? Это самый базовый. Следующий уровень – ноль. Идея, что мне нужно бороться с тревожностью – это еще одна проблема. Истинная проблема не в том, как справиться с тревожностью. Путь освобождения от проблемы – поиски источника тревоги. Люди, победившие тревожность, как никто другой понимают ее природу и отчего она возникает. Ключ к решению проблемы не в каком-то методе ее решения. Он в самой проблеме. Решение любой проблемы спрятано глубоко в самой проблеме. Другими словами, здесь нет двух отдельных понятий – проблема и решение. А есть только одно – проблема. Каждого из нас учили, что нужно где-то искать какое-то решение, и люди верят, что решение лежит где угодно, но только не в самой проблеме. И крайне изобретательно природой было устроено, что решение находится внутри проблемы. Возможно, так было сделано, чтобы человек смог глубже заглянуть в корень проблемы. Определение проблемы – это и есть ключ. Можешь объяснить на конкретном примере? Конечно. Возьмем ту же тревожность. Человек спрашивает, как мне справиться с тревожностью. Проблема здесь не в том, что у него тревожность. Проблема в том, что его тревога никогда не прекратится, пока он судорожно ищет решение. Выглядит примерно так. Я буду тревожен, пока я не найду решение. И это верно. Решение заключается в том, чтобы вернуться к началу, понять, из чего состоит твоя тревожность, назвать все своими именами. Когда она появляется? В какой части тела ты ее ощущаешь? В каких ситуациях она наиболее выражена? Нужно знать свою тревогу в лицо, а не убегать от нее. Есть ли какой-то способ решить проблему самостоятельно? Еще раз, это не инструкция по решению. Ключ в том, чтобы понять, что решение любой проблемы лежит глубоко в самой проблеме. Ответ лежит в самой тревоге. Все, что я говорю, очень опасно, так как продавцы инструкций исказили саму терминологию. Теперь у человека возникают неверные образы на каждое сказанное мной слово. Когда я говорю, что вы должны взглянуть на свою тревогу, то вот как это будет. Спасибо духовным инфо-цыганам. Так, я должен столкнуться со своей тревогой. Нет, ты не должен. Я должен следить за своими мыслями. Нет, и это не так. Почему? Потому что, делая так, ты лишь следуешь чужой инструкции. Ты превратишься в робота, который сидит и наблюдает за своими мыслями. А потом ты скажешь, я проследил за всеми своими мыслями, ничего не изменилось. Я все еще тревожусь. Я столкнулся со своей тревогой и ничего не изменилось. Инструкции настолько обманчивы, что каждая попытка следовать им отдаляет тебя от настоящего решения. Даже когда вы слушаете меня, вы не должны воспринимать все как указание к действию. Это лишь об общем понимании концепции, и через это понимание вы сможете взять свою судьбу в руки. Даже когда я говорю это, я не хочу мотивировать вас на то, чтобы ты стал хозяином своей судьбы. Тысячи извинений, но мне неинтересно мотивировать вас, потому что если я буду мотивировать, то вы скажете «отлично, теперь я знаю, что делать и буду поступать в соответствии с указанием». И вы наверняка потерпите неудачу. Нужно попытаться осознать все в максимальной тишине и спокойствии, попытавшись воспринять то, что я на самом деле хотел донести. Никогда не зацикливайтесь на словах, пытайтесь понять мысль. Люди отправляют мне сообщения в духе «то именно ты хотел сказать? Никаких инструкций?» То есть инструкция такая «никогда не следуй инструкции». Я правильно понял? То, что я говорю не про инструкции. Постарайтесь задать вопрос «почему было сказано именно это?» и понять состояние и условия формирования данной мысли у говорящего. Вот что делает подобные обсуждения сложными. Вдохновлять людей тяжело и это неблагодарное занятие. Так как если ты вдохновил, то эффект временный. Он утихнет. Так происходит при чтении вдохновляющих цитат или мотивационных мемов. У тебя происходит всплеск эмоций, а затем ты проваливаешься в свое исходное состояние. Было время, когда я вдохновлял людей начать свой бизнес. Я сожалею об этом, так как если их вдохновение не возникло внутри естественным образом, они не смогут сохранить его на долгое время, если меня не будет рядом. Ну, это не их вина. Я считаю, что основная проблема не в том, что они не смогут сохранить вдохновение. Основная проблема в самом желании вдохновить кого-то. Так не работает. Ты имеешь ввиду мое желание вдохновить их? Да, только ты несешь ответственность. Это немного из другой темы, но я бы хотел затронуть и ее. Хорошо, давай обсудим. Только я несу ответственность. Я говорил, что жизнь это одиночная игра. Ты соревнуешься сам с собой. Большую часть времени ты споришь, конфликтуешь сам с собой. Ты рожден в одиночестве и умрешь в одиночестве. Твое восприятие происходящего это только твое субъективное восприятие. Твое видение мира только твое. Вот что я имею ввиду. Возможно, твоя мысль была более глубокой? Только ты несешь ответственность. Означает, что нет проблемы в окружающем. И все конфликты это личные конфликты человека с самим собой. Ситуации, которые приводят к страданиям в определенных обстоятельствах, не вызваны этими обстоятельствами. Обстоятельство лишь обнажает проблему, а не является причиной страдания. Если кто-то говорит, я хочу вдохновить его, это и есть проблема. Если кто-то говорит, мне не важно, вдохновлю я его или нет, тогда проблема отсутствует. Проблема зарождается в человеке, так как если он хочет вдохновить кого-то, то источник этого желания его эго. Эго это неплохо, но если человек пытается вдохновить другого, то он хочет получить подтверждение собственной значимости. Это тоже неплохо. Проблема в том, что это создает дальнейшие проблемы. Это и есть зло. Если тебе не важно, вдохновишь ты кого-то или нет, тогда ты будешь свободен. Но и свобода не есть идеал в этой ситуации. Свобода лишь не порождает дополнительных проблем. Итак, простой пример. Я пишу текст в Твиттере и делаю это для того, чтобы меня похвалили. Я получаю тысячи хвалебных комментариев. Я люблю это. Я иду и ставлю лайки под всеми комментариями. И тут я натыкаюсь на негативные комментарии хейтеров, и мне становится плохо. То есть достаточно всего одного отрицательного комментария, чтобы перечеркнуть весь позитив от тысяч положительно. Так устроено человеческое настроение. После того, как ты делаешь так продолжительное время, то начинаешь понимать, что на самом деле я люблю негативные комментарии, которые задевают меня. Они обнажают мой глубинный страх. Если кто-то обзовет меня гиппопотамом, мне все равно, это не так. Но если он скажет, эй, ты строишь из себя фальшивого гуру, то это может задеть меня, потому что я и впрямь иногда пытаюсь этим заниматься. И если это обнажает часть моего внутреннего я, мои существующие внутренние страдания и конфликты, то это будет меня задевать. Понимая, насколько комплименты повышают мое настроение, я могу осознать, насколько критика способна испортить его. Свобода происходит из-за сознания этого. Это нехорошо и неплохо. я могу продолжать писать этот тред в твиттере, но теперь я буду осознавать, почему мое настроение ухудшается после критики. И опять мы возвращаемся к вопросу, а действительно ли ты хочешь познать истину? Являешься ли ты человеком, который хочет знать и понимать природу вещей, потому что хочешь решить эту проблему раз и навсегда? Человек не обязательно стремится к этому осознанию. Иногда полезно пребывать в иллюзии, так как это помогает взаимодействовать в социуме. Ты можешь возразить, что это общество сделало нас такими, чтобы мы могли нормально сосуществовать, но чем глубже ты копаешь, тем более искренним ты должен быть, иначе исследование становится погоней за удовольствием. Даже требование делать искренне не является обязательным. Искренне не означает автоматически, что это хорошо. Как смирение не означает скромность. Нет единого понимания, что такое хорошо. О да, если я занимаюсь улучшением себя и мне это нравится, тогда мой ум будет занят этим новым образом парня, который хорош в самосовершенствовании, и я создам еще одну ловушку для себя. Да, это как игра равноперстки. Абсолютно верно сказано. Еще одна вещь, которую я заметил, я знаю, что нашел истину, если существующая проблема разрешилась благополучно. И это тоже верно. Мне не приходится повторно возвращаться к одной и той же проблеме, потому что она окончательно решена с положительным исходом. Мое внутреннее и внешнее состояние преобразились. Они изменились. преобразились слишком сильное слово, больше подходят они изменились. Внутренне я стал спокойнее, внешне все стало не так сложно. И вот ты затронул важную тему, которая звучит как важен не сам путь, сколько важна цель. Ты хочешь, чтобы у тебя не было проблемы. Ты не хочешь лечиться, ты хочешь излечиться. Ты не хочешь всю жизнь пить болеутоляющее, когда у тебя что-то болит. ты хочешь устранить сам источник боли. Соотношение пути и цели – это еще одна интересная тема. Дело не в пути как таковом. Все дело – цели. Да, для достижения цели требуется пройти путь, но все, что вы делаете в своей жизни, подчинено достижению целей. Каждый день, выходя из дома, ты знаешь, куда конкретно ты идешь, и твоя цель определяет маршрут. Это еще одно популярное заблуждение, что важен сам путь. Как же они говорят, твой путь и есть твоя награда? Да, ты на этом пути прямо сейчас, верно, но если ты не попадешь в пункт назначения, ты потерял время и зря потратил жизнь. Если бы не было цели, то никто бы не начинал свой путь. Если бы нас постоянно не тянуло попасть куда-то, то мы бы спокойно сидели на месте. Но в голове у многих людей инструкция становится самоцелью. Например, носить оранжевое покрывало, сидеть напротив палочек с благовониями и соответствовать образу «я великий йог, я медитирую и занимаюсь всеми этими духовными практиками». По такой инструкции сам путь становится пунктом назначения, чтобы мое собственное представление о себе соответствовало этому образу. Какой пункт назначения ты считаешь верным? Нет такого, что какой-то конкретный пункт будет верным для всех. Здесь нет каких-то жестких правил. Если кто-то искренне хочет попасть в свой пункт назначения, то он платит за это ценой отсутствия правил, так как при их появлении исчезает искренность. Как например стоицизм. Это свод правил. С ним далеко не уйдешь. Это больше про создание личного образа. Все начинается с истины. Что есть истина? Истина в том, что в жизни человека случаются проблемы. Это истина. У каждого человека есть конкретные проблемы. Какие-то проблемы чаще встречаются у одного, чем у его соседа. комплекс его наиболее острых проблем и составляет его реальность. Они не абстрактны, это не какие-то неведомые субстанции. Они перед ним, и он живет в этом каждый день. Вот где начинается истина. Итак, человек начинает решать свои конкретные проблемы. Каждый человек сталкивается с проблемами, и если у тебя есть искреннее желание решить эти проблемы раз и навсегда, то путь решения лежит не через четкое соблюдение каких-то инструкций или через создание образа человека, решающего проблемы. Решение заключается в проверке проблем на истинность, и неважно, насколько это кажется непопулярным или непередаваемым, или необъяснимым. Если ты ищешь истину и ты ее находишь, ты поймешь, когда нашел ее, так как твоя проблема будет решена. Отправной точкой становится понимание того, что проблемы могут быть решены раз и навсегда. Общество все еще верит в первоочередность пути. Социум верит в действенность бесконечных программ лечения. Только вечная практика, 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 когда все правила игры заключаются только в постоянной практике, то у такой игры нет конца. У игрока нет цели прибыть в конечную точку. Это наиболее очевидно в следующем контексте. Если взглянуть на то, как мы рассуждаем о духовности и о решении внутренних проблем, то это выглядит так. «О, мне нужно работать над этим всегда, мне нужно посещать психотерапевта до конца своих дней, я должен буду постоянно медитировать, я должен всегда читать, мне всегда будет нужно общаться с консультантом или с тренером, я должен работать над этим, я в процессе, я на пути». Но если мы перейдем в более практическую плоскость, например, зарабатывание денег, то никто не говорит, «Я буду работать вечно». Нет, люди скорее говорят, «Я хочу заработать некую сумму денег», верно? Если я запускаю компанию, я хочу, чтобы эта компания была успешной, провела публичное размещение акций, либо чтобы ее у меня кто-то выкупил, или чтобы она приносила столько денег, что я бы мог жить на них всю оставшуюся жизнь. Когда речь идет о деньгах, мы становимся крайне практичными, мы хотим зарабатывать, когда мы еще молоды и у нас еще достаточно времени, чтобы потратить их. Но по всем внутренним вопросам мы становимся крайне замороченной духовной составляющей и говорим что-то типа, «Может быть, в следующей жизни, в раю или в аду, или после реинкарнации это будет доступно мне», либо моя миссия продолжать самосовершенствование до последнего дня моей жизни». То есть речь идет о том, что я никогда не попаду в пункт назначения. Истинное решение, как попасть в пункт назначения и решить все проблемы очень простое. Я весь во внимании. Все дело в восприимчивости к окружению. Если сидеть перед телевизором 50 лет, то и внутреннее состояние будет соответствующим. Мозг послушно реагирует на поступающие извне сигналы. Если быть постоянно окруженным истиной, то люди воспринимают ее, причем неосознанно. Нечто внутри нас воспринимает эту истину, и она становится частью нас. Если человек на постоянной основе окружен истиной, а не инструкциями, то истина становится его нормой. Она формирует его мышление. Его мозг начинает заново прокладывать нейронные связи. Нет какого-то конкретного объема работы, который должен быть им проделан. Нет установленного количества сессий с психотерапевтом. Нет конкретного рецепта с четким количеством лекарств. Человеческое тело способно исцелить само себя. Это зависит лишь от того, что в него поступает. И все это обусловлено лишь одной вещью – влиянием окружения. Ты становишься тем, что тебя постоянно окружает. В современном понимании люди, интересующиеся поиском истины, овладением своим разумом и внутренней свободой, стремятся окружить себя соответствующей литературой, размышляют об этом постоянно, слушают подкасты по этой теме, разговаривают с людьми с похожими интересами. Даже несмотря на то, что инструкции здесь не работают и нет книг, которые бы помогли тебе овладеть своим разумом, и нет подкастов, которые подарят тебе внутреннюю свободу, существует определенная точка, которой это становится частью тебя. Тебя привлекает то, чем ты хочешь стать. И себя в это, то не остается другого варианта, кроме как стать этим стечением времени. Это подобно созданию богатства. Если ты хочешь основать компанию, то ты идешь в силиконовую долину или обращаешься к пулу инвесторов и проводишь много времени с ними. Если ты вращаешься около технологического бизнеса достаточно долгое время, то ты станешь частью этой сферы. Ты тусуешься с технарями, целый день общаешься на технологические темы. Мы так устроены, что становимся тем, чем себя окружаем. И это становится нашим неизбежным будущим. Это переносит нас на следующий уровень. Мы должны подвергнуть наше окружение строгому анализу, так как в каждом месте от силиконовой долины до любого другого места на земле есть как положительное, так и отрицательное. Твоя задача в том, чтобы отделить зерна от плевел, и ты можешь составить свое окружение как пример. Недавно я читал что-то, и это очень резонировало с моим восприятием. После каждого предложения я останавливался и размышлял о том, что это действительно значит, как это можно применить в моей жизни. Это происходило само собой, и вдруг я вижу картину в своей голове, как я обучаю других людей тому, что только что прочел и осознал. Так происходит со мной постоянно. Как только я познаю или осознаю что-то новое, я мысленно преобразую это в новый пост или подкаст или текст лекции для аудитории. Я вновь и вновь это вижу в своей голове. Почему все, что я узнаю, я пытаюсь преобразовать в инструкцию для других? Почему процесс осознания не завершен для меня, пока я не начну учить этому других? На мой взгляд, в этом есть две проблемы. Первая заключается в социальном аспекте. Ты должен быть скромным и оставлять свои открытия при себе. Почему ты хочешь рассказывать другим, как им нужно действовать? Это про социальный аспект, он меня меньше беспокоит. Меня больше заботит вторая проблема. Нельзя передавать публике необработанную истину любого характера. В тот момент, когда я преобразую свой личный инсайт в форму, пригодную для обучения других, я теряю часть откровения. И в итоге я транслирую информацию с искажениями, не передавая подлинную истину. Но ведь это и не важно, так как сильнейшее желание побеждает. Если это желание поделиться открытием и преобразовать его в обучающий формат, пусть так и будет. Если ты хочешь с этим покончить, то угадай, какой способ самый быстрый. Разреши себе учить других, так как любое сдерживание – это регресс. Это выглядит как еще больший внутренний конфликт. Здесь появляется еще одно должен, и это станет препятствием. То есть ты предлагаешь просто пройти через это. Не то, что пройти через это, просто осознай, что если ты хочешь это сделать, ты берешь и делаешь. Самого факта того, что ты поймал себя за этим занятием, уже достаточно. Больше ничего не нужно. Огонь горит столько, сколько это возможно. Но после он обязательно выгорит. Я бы не хотел вовлекаться в еще один внутренний конфликт. Сейчас я внимательно отслеживаю такие моменты, когда одна часть меня борется с другой, и отмечаю тенденцию, что мы склонны благоволить к одной из них. О, эта сторона стремится к хорошему, а это к плохому. Это ангел, а это демон. Любые «я должен» или «я не допускай, чтобы твой разум скатывался в это. Отдай ему бразды правления. Твое мощнейшее оружие в понимании и осознании, куда стремится твой разум, а не в механическом наблюдении за своими мыслями. Просто знай, чего хочет твой разум и наблюдай себя делающим это. Это поможет тебе найти отклонение в своем поведении. Давай обсудим, как использовать разум, чтобы понимать разум, потому что в большинстве духовных практик об этом говорится очень сбивчиво. Некоторые верят, что само наличие мыслей в разуме это фейл. Поэтому они пытаются подавлять свой разум. Другие убеждены, что есть правильный и неправильный ход мыслей. И правильный должен подавлять неправильно. Это классический подход. Можешь назвать его христианским, иудейским или мусульманским. Это вот хорошие мысли, а это плохие. Затем есть примерно как ты, что разум может познать разум, но при этом не обязательно вмешиваться в его работу. Все зависит от того, куда ты хочешь прийти в итоге. Без этого не может быть обсуждения. И причина существования всех этих философских направлений в том, что вопрос до сих пор не задан. Верно, потому что они пытаются решить разные задачи. Все погружены в инструкции. Стимул каждого в этой игре, в этих самых должен, хорошо и плохо и не должен. Это их цель. Стимулом должно быть понимание того, куда ты хочешь попасть в итоге. Ответ на этот вопрос будет создавать твой путь. Если, к примеру, мой выбор свобода. Хорошо. Если кто-то хочет достичь истинной свободы, то он должен быть свободным от своего разума. Сама идея попытаться понять разум через интеллект не жизнеспособна. понимание это состояние, которое возникает где-то внутри нас. Попытка же найти, где находится это понимание, лишь поведет нас по ложному пути, и это не важно. Понимание происходит оттуда же, где рождаются подлинность и искренность. Моя проблема в том, что я иногда говорю себе, я сейчас ощущаю себя более свободным, чем обычно, значит, я прогрессирую. Наблюдение за прогрессом это еще один источник удовольствия. Это удовлетворение собственным образом, когда ты говоришь себе, сейчас я в лучшем месте, чем был раньше, поэтому я рад этому прогрессу. Это не очередная инструкция, что удовольствие это обязательно зло. Это не так. Истина в том, что стремление человека к подобному прогрессу обусловлено получаемым удовлетворением от достигнутого. Все верно. Все так и есть. Это мотивирует, но сработает ли это в поиске свободы? Нет, это другой путь. Я не говорю, что он неправильный. Просто ты всегда будешь в роли стоящего на причале и ожидающего, когда же вновь придет корабль. И пока человек в состоянии ожидания очередного корабля, то все его внимание будет приковано к горизонту. Поэтому для меня так сложно обрести свободу, когда я продолжаю фиксировать свое продвижение, и я изменяю представление о своем образе, как о человеке, достигшем чего-то нового. И этот образ не пропускает меня дальше. Я всегда думаю об этом. В такие моменты я получаю удовольствие, а затем следует регресс. И тогда я злюсь или я больше не ощущаю своей свободы. Это удовольствие от прогресса пропадает и оказываюсь в ловушке снова. Да, это игры разума. Ты снова внутри разума. Вот почему истинная свобода находится вне разума. То, что ты описал, определенно игра твоего разума. И не важно, что это за игра, духовная или материальная, как только разум вовлек тебя в подобную игру, он достиг своей цели. И он доволен, так как это и была его цель. Один друг сказал мне, что не существует техник, способных сделать тебя свободным от разума. Но в то же время мы разговариваем о том, как постичь истину и осознать ее. Не очередная ли это игра разума в осознание или истинное осознание происходит вне разума? Помнишь, мы говорили с тобой, откуда рождается понимание? Про то, где рождаются подлинность и искренность. Оно же является отличным от разума способом познания. Благодарим вас за то, что прослушали подкаст до конца. Если вам понравилось, нажмите лайк и подпишитесь на канал.